добрый день уважаемые подписчики и гости моего канала у нас на дворе приближается новый год и поэтому у всех на новогоднем столе должен быть праздничный торт сегодня я вам расскажу про один из таких тортов называется он жаклин это очень вкусный торт я думаю что если вы его сделаете и попробуйте то потом будете делать и всегда итак поехали итак наши основные ингредиенты мука 2 стакана 2 яйца берем с вами грецкие орехи чтобы нам не ошибиться и проще считать мы берем с вами 25 грецких орехов очищаем от их от кожуры если же вы покупаете готовые орехи очищенные то считайте берете две половинки получаете целый орех и того у нас идет 25 грецких орехов идет банка сгущенного молока 350-380 грамм одной банки нам хватит с вами на наш торт идет мед меда мы с вами берем одну столовую ложку стакан сахара 250 грамм сливочного масла можно взять 72 и 5 процента 1 чайная ложка соли одна столовая ложка подсолнечного масла мы с вами приступаем к началу замесу теста наши десять орехов которые пойдут торт мы сначала немножечко измельчим можно порубить ножом ну и специально толкушечка я вот в этой толкушки их помню теперь добавляем их нашу теперь берем с вами муку после того как мы его замесили под поместим его на 30 минут в морозильную камеру и можно на минут на 40 на 50 холодильник после этого чего вытаскиваем и делим на четыре части каждую половинку мы с вами закатываем шарик и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ушло 15 грецких орехов чищены. Итак, значит, у нас получается, что крем у нас готов. Коржи мы с вами 4 штуки выпекли. По поводу коржей. У нас в коржах находится мед. Поэтому сегодня, допустим, дело коржей. Прямо буквально тесто сильно липнет. Я вам дам сразу совет. Чтобы тесто не липло, я раскатывал не скалкой, а расправлял руками. Мочите руки под проточной водой. И аккуратненько, влажными руками, равномерно расправляете тесто. Затем ставите шаблон. Допустим, у меня была крышка от кастрюли. Обрезаете на лист и в духовку. Выпекали при температуре 180 градусов. Каждый корж выпекали 7 минут. Ну что, коржи в сборе, крем в сборе. Начинаем собирать торт уже в готовом виде. Наш крем, который взбили, делим на 5 часей. У нас 4 коржа, будет 4 прослойки. Плюс боковушка тоже мазать крема. Кладем корж на... Кто на тарелку? На, допустим, на тортницу. На тортницу. Промазываем аккуратненько первый слой крему. Сверху кладем второй корж. Прижимаем к первому коржу. Промазываем второй слой. И так дальше третий и четвертый. Четвертый остатками крема мы смазываем вверх нашего торта. Обмазываем бока также этим кремом. Все. Торт в принципе у нас готов. Но любой торт, тем более новогодний, он, конечно, просит еще какой-то декоративной отделки. Скажем так, окончательного оформления. Поэтому наш торт мы сделаем... У меня есть шоколадка. Давайте по центру верхнего коржа выложим цветочек из кубиков шоколада. Ну а оставшийся шоколад от этой плитки мы на мелкой терочке натрем его на поверхность нашего верхнего коржа. Кто-то может его по-другому украсить. Самое главное это содержимое торта. Сгущенное молоко, сливочное масло и ветский орех. Это всегда очень-очень вкусно. Ну и по традиции у нас напоследок, на дорожку анекдот. Жена спрашивает мужа. Дорогой, скоро Новый год. Ты мне купил подарок? Конечно, купил. Ой, давай попытаюсь угадать. Ну что, попытайся угадать. Это далеко не дешевое. Это мягкое. Это теплое. Это необходимое. Это нужная вещь. И любая приличная женщина должна ее иметь. Ой, дорогой, это шуба? Нет, подушка. Так что, друзья, с новогодними подарками можно тоже угадать. Приятного аппетита, крепкого здоровья. До новых встреч. Пишите, ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...